В этом году Масленицу в Новоуральске отмечали сразу в двух местах. Чуть ранее по времени она началась у стрелкового тира. Там организация «Много нас» в Новоуральск устроила веселый праздник для многодетных семей. Да и для всех, кто воскресным утром решил провести время на свежем воздухе, поучаствовать в соревнованиях и, конечно, поесть вкусных блинов. С казачьими песнями, прибаутками, с исконно народными состязаниями так отметили многодетные семьи Новоуральска этот праздник. Следующий, следующий, кто там не будет? Аккуратно, не падаем. Широкая Масленица – праздник, так любимый всеми горожанами. По традиции в Центральном парке культуры и отдыха развернулись всеобщие городские гуляния. Без чего они не могли начаться? Конечно, без муниципального духового оркестра, который задал тон всему празднику. Новоуральцы пришли на Масленицу с хорошим настроением, ведь встречать весну после долгой, пусть и не такой, как раньше морозной зимы – это весело, это надежда на лучшее, доброе и светлое. Сегодня, в день Масленицы, прощенное воскресенье, мы встречаем весну, первый день весны. И вы можете попросить друг у друга прощения за то, чтобы как-то, может быть, нечаянно, словом, мыслью даже, кого-то задели, обидели невзначай. И тот, кто простит, тот будет тоже прощен. Дорогие друзья, первый день Великого Года Победы, Великого Юбилейного Года Атомной Промышленности. Счастья, здоровья, удачи, процветания вашим семьям и нашему городу. Да и как можно грустить, если на сцене и у сцены зажигательные ведущие творческие коллективы Дома культуры Новоуральски, которые в течение нескольких часов, как на одном дыхании, буквально сделали этот праздник ярким и искрящимся. Прекрасное настроение сегодня, светит солнце, тает снег, и мы, конечно, ждем, ждем уже дыхание весны, оно сегодня очень остро чувствуется, прекрасный забава. Хороший праздник, мы всех благодарим, тех, кто очень много людей, все, кто пришли. Максим Николаевич, сами блины любите? Обязательно, мы попробовали, очень вкусно. А с чем любите? С мясом и с яблоком сегодня ели. В пользу случаем хочу поздравить всех горожан, всех присутствующих сегодня на празднике с первым днем весны. Сегодня у нас первый день весны, большой праздник, масленица. Да, действительно, мы уже не первый год готовим этот праздник, отмечаем. Вот в этом году хотелось бы отметить, как никогда, много народу, очень много интересных эпизодов и концертная программа, и селфи-зоны размещены на территории парка. Замечательный сегодня день, первый день весны, очень много народу пришло на этот замечательный праздник, а это значит, что у горожан хорошее настроение, всех с праздником. Ура, весна придет! Обязательно придет, уже сегодня первый день мы ее встречаем вот таким замечательным мероприятием. Кстати, горки в этот день в парке работали в последний день. Из-за теплой погоды катание на них становится невозможным, а ледяные фигуры будут стоять и дальше. Говорят, кто пройдет через эти ворота, будет счастлив целый год. Ну, эту возможность просто нельзя упустить. Праздник замечательный, замечательный, весело, с блинами. Хорошая погода, хорошее настроение, много людей собралось. Все позитивные, веселые. Блинчики любишь? Да! А с чем? Гущенкой! И какая же масленица без блинов! 20 килограммов теста, 700 блинов с начинкой на любой вкус. И это только на начало праздника. Ух ты, у вас это такие ажурные! Есть какой-то фирменный рецепт? Как вообще делать, чтобы ажурные получились такие? Да, у нас такой фирменный рецепт. А что нужно? От корендиков. Яйцо, молоко, мука и душа, и руки. Люди больше с какой начинкой покупают? С творогом, с мясом. У нас с картофелем, с грибами есть. С яблоком у нас еще вообще вкуснятина. Всю неделю блины простые. Блины с капустой, блины с луком, блины с яблоками, блины с мясом. С капустой бывает. С удовольствием с капустой едим. Ясно. Ну и что, как вам праздник? Хорошо, весело, ребятишки играют. Ну, приятного аппетита! Спасибо большое! Еще один немаловажный атрибут масленицы – столб, который покоряли новорайские богатыри. Снимали заветный сапожок и получали за это подарки. В этом году столб сделали на три метра выше, чем ранее. Покорить его стало совершенно непростой задачей. Обидно, когда они не долазят. Чуть-чуть остается и все. Болельщики не уставали сетовать, что, мол, залезть до самой вершины практически невозможно. Сергеич, почему такой в этом году неприступный столб? В этом году он длиннее на три метра и толще. Вот и все мучаются. Да. Зато залезут самые настоящие богатыри. И мы их поддержим. Они будут реальными богатырями русскими. Удивительно, но все заветные красные сапожки были сняты. Пусть не сразу, после нескольких попыток. Но ведь и вправду достались они самым ловким, смелым и сильным. К примеру, Альберт за три попытки снял три сапога. Ну и, соответственно, получил три подарка. Ну, в этом году новый столб. Он длиннее, пошире. Тяжелее, конечно, но все как бы достигаемо вполне. Вы три сапога сняли? Три сапога. Три раза залез на столб. Как вам удалось? Ну, как бы тяжело, но справились. Силы покидали в конце, но при этом... Вообще первый раз или постоянно участвует? Постоянно. Берете призыв? Да. Вы какой раз участвовали? Я сегодня у вас в городе участвую первый раз. Но удача мне повернулась. Со второй только попытки. Перетягивание каната, силовые соревнования, игры, любимые детьми и паровозиками. Занятие нашлось абсолютно для всех. Тим, сорок девять, пяти, пятьдесят. Кстати, для православных вчера был важный с точки зрения духовного очищения день перед началом Великого Поста. Прощенное воскресенье. В этот день принято просить прощения у всех, кого словом или делом, специально или ненароком, когда-то обидел. День прощения. Что надо делать? Просить прощения. У нас есть возможность. Всех, кого знаю, всех люблю и всех прощаю. Простите, пожалуйста. Простите нас. Ох, прости! Главный атрибут масленицы – чучело зимы – вынесли к концу праздника, установили на снежном помосте и под радостные возгласы гостей парка подожгли. Вот он исторический момент. Чучело масленицы сжигают. Зима уходит из Новоуральска и в наш город приходит весна. С праздником, горожане! Удивительно, но после того, как чучело зимы сгорело, хмурое небо озарилось по-весеннему ярким солнцем. Видимо, настолько замечательно здесь у нас мы встретили весну. Это ли не добрый знак, что в наш любимый город пришла весна? Скоро уйдут морозы, природа начнет просыпаться и начнется новый виток жизни на всей земле. Субтитры подогнал «Симон» Альбина Бабкова, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.